Добрый день! Вы на канале 18соток. И сегодня я хочу представить вашему вниманию свою версию приспособления для быстрой подвязки томатов. Теперь немного предисловия. Я увлекаюсь рыбалкой, в основном на хищника. И для рыбаков сделали такую классную штуку, которая называется безузловое соединение. Безузловка. Это в основном применяется для соединения блесны вместе со шнуром или с леской, чтобы не делать узлов, чтобы она не рвалась на узлах. Придумали такую классную штуку, которая называется безузловое соединение. Это вот выглядит примерно вот так. В принципе ее работы вот шнур, одевается что-то, блесна, к примеру. Потом берете шнур или леску, одевается она вот так, потом делается несколько витков и защелкается. Все. Это уже мертвое соединение, оно же никогда не порвется. И вот есть у меня такие вот штуки. Я решил, а почему не сделать такое штучное приспособление только для подвязки томатов. И вот я изготовил из лески. Это леска для триммеров, для мотокосы, для электрокос. Ее можно изготовить из обычной проволоки, можно изготовить из лески. Она довольно жесткая. Либо можно изготовить из такой вот алюминиевой проволоки. Она мягкая, гнется хорошо. Вот так выглядит безузловое соединение, которое я сделал для томатов. Оно чуть-чуть другой формы. Колечко будет, когда стягивается. Получается здесь расстояние при сжатом состоянии 2 сантиметра. Его можно сделать либо с лески, либо с проволоки, либо с такой вот. Там уже можете делать чего захотите. Такие безузловки можно приготовить из лески, либо проволоки. Вот такая вот леска в таких размотках. Она довольно дорогая. Она стоит в пределах 50 гривен. Можно приобрести в больших рулонах толщиной где-то 2,4-2,2 толщина. Рулон 400 метров стоит 460 гривен. Вот с такого рулона, 400 метрового, получится у вас 4000 штук. Расход 10 сантиметров материала на вот такую вот скобу. Их можно делать и меньше. Не обязательно имя такого размера. Изготавливать их можно в зимнее время, когда есть свободное время. Но это очень сэкономит вам время при подвязке. Это выходит несколько секунд. И точно так же, когда вы будете уже убирать урожай, довольно легко снимать. Он очень быстро все демонтируется и опять складываете в ящик на следующий год. В общем, очень-очень удобно. Это даже хорошая идея для бизнеса. Если у кого-то есть литиевые машины, которые изготавливают такого плана приспособления, это довольно классная штука. Конечно, продаются отдельно клипсы, но они довольно дорогие. Одна клипса выходит 1 гривна. Если примерно вы сами сделаете 4000, и обойдется вам это все в 460 гривен, либо купить уже готовые клипсы, ну, честно говоря, мне что-то не сильно понравились, вам обойдется это все в 4000 гривен. Как бы есть разница, 460 гривен, либо 4000 гривен. И это, оно не поломается никогда в жизни. А уже клипсы раскрывные, которые раскрываются, они довольно хлипенькие, как бы, ну... Так что, смотрите. Если вам понравилось, делайте. Как же изготовить такое приспособление? Я вот сделал вот такой вот кусочек речки. Есть металлический у меня кругляк. Кругляк можно сделать любой. Здесь, получается, где-то расстояние будет 2 сантиметра, если при сжатом состоянии вот этой вот части. Здесь можно сделать больше, меньше. Здесь закручено 5 шурупов, и вот оно нарисовано, я для себя нарисовал, как примерно оно должно быть. Так, берем леску, вставляем один краешек сюда и начинаем заворачивать. Вот так. Все готово. Теперь, чтобы леска приняла эту форму, нам надо и будет нагреть. Вот у меня такой вот фен строительный. Я пользуюсь феном строительным. И мы включаем фен и начинаем прогревать. Прогреваем со всех сторон, чтобы леска нагрелась и приняла точно такую же форму. можно изготавливать с любых материалов. Если у кого-то есть какие-то идеи, можно что-то посоветовать, я с удовольствием приму любой совет. Можете писать. Вот и с лягонца прогреваем ее. Все. Теперь подождем, пока она остынет. Почему я предложил именно этот материал? Именно леску для мотокос. Потому что она при нагреве не плавится. Она просто может обгорать. Появляются белые пятна на ней. Но плавится она не плавится. Вообще ее невозможно расплавить. Если, например, использовать какую-то леску, которая при термообработке начинает плавиться, то она будет непригодна. Я пользуюсь феном. Хотя можете приделать здесь какую-то длинную ручку и просто перевернули над газом. Нагрели ее. Минута делов и оставляете. Можно поставить вентилятор какой-то небольшой, чтобы сразу охлаждал. Чтобы процесс проходил гораздо быстрее. Так что, если у кого-то есть какие-то идеи, заменить эту леску на что-то другое. Но главное, чтобы она не плавилась. Вот она уже остыла. Теперь мы ее снимаем. Она, видите, приняла хорошую форму. Вот у нас получилось. Теперь берем и обрезаем кончик. Ну так, чтобы у нас зашел шнур. Принцип работы, как у нее. Немножко здесь отожмем, чтобы она поджимается. Принцип работы. Вот мы одеваем ее на ствол томата. Делаем небольшую маленькую петельку. Сейчас я покажу вам, как это делается. Потом покажу на томатах, как это все будет. Вот небольшую петельку можете сделать. Как бы... Это приспособление вечное. Оно не гниет, не ржавеет, ничего. Вот мы сделали небольшую петельку. Теперь одеваем. И начинаем. Раз, два, три. Все. Во. Все. Разорвать его просто. Я не знаю, тут сейчас что-нибудь подвесим. Чтобы были уверены, что это крепкое соединение. Вот. Прошел час. Я сделал вот такое количество. Напоял без узловок. Вот такая вот без узловочка. Это леска квадрат. 2,2 миллиметра толщиной. Это довольно жесткий материал. Вот такой пружинистый. Довольно крепкий материал. Чтобы поломать его, либо взять, выравнивать его, мне кажется, практически невозможно. Его невозможно сломать. И после термообработки он уже все, он уже не выравнивается. Так что хватит его на много-много лет. Так же можно изготовить из такой же алюминиевой проволоки. Здесь уже ничего греть не надо. Просто скрутили, вставили, обрезали и все. Все готово. Точно так же можно со столистой проволоки. Вот и все. Несколько секунд. Обрезаем, снимаем. Уже все готово. Тоже можно сделать металл. Я не знаю, как с металла. Можно сделать с нержавейки. Не будет ни окисляться, ничего. Либо за какого-нибудь другого материала. Вот есть баклажка у меня 6-литровая, полная воды. И берем, делаем небольшую петелечку. Любой размер какой-то хотите. Вот, примерно, сделали мы петельку. Одеваем ее на крючок и делаем три витка. Обматываем. Раз, два, три. Все. И затянули. Все. Доля секунды. Теперь берем это все. Вот, подвешиваем сюда. Вот все, смотрите. Держит супер. Никогда в жизни оно не стянется, ничего. А теперь, чтобы снять его. Вот, берем опять точно так же. За крючок цепляем. Раз, два, три. Все, сняли. Вот как работает это приспособление. Одевается петля. Петля. Раз, два, три. Все. Все готово. Теперь начинаем обматывать. Если надо будет снять, так же быстро мы можем это дело отмотать. Все, довольно быстро. Все, мы сделали. Вот как получается, вот получается крепление томата. Я надеюсь, кому-то пригодится этот метод. Может кто-то может что-то посоветовать другое. Пожалуйста, я с удовольствием высушаю. Пишите комментарии. И может есть какой-то другой материал, с которого можно делать. Я бы с удовольствием высушал. Ну, как бы вот все, что я нашел, я вам показал. Так что заходите на мой канал. Подписывайтесь. Если кому-то понравилось, ставьте лайки. Всем пока.